Здравствуйте! В Туле время новостей. Меня зовут Светлана Мулыкина. В ближайшие несколько минут познакомлю вас с основными событиями к текущему часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Туле утверждают, что у них есть решение суда, согласно которому голубое топливо поступает в их дом законно. Как видите, граждане сейчас вновь препятствуют проведению этих работ и ликвидировать вот это вот самовольное подключение путем разрытия котлована и отрезки его, значит, непосредственно газопровода, который идет вот к данному дому. А к какому решению суда говорят люди, что якобы у них есть какое-то решение суда, что никаких самовольных... Решения нет. И решение суда для ликвидации самовольного подключения не требуется. Они придумали, что у нас аварийная ситуация. Я не знаю, кто им это сказал, сами ли они это сказали. Ощущение такое, что они хотят просто с нас поиметь, ну, грубо говоря, поиметь денег просто. Нас вот разводят на деньги. Они вызывают аварийную, хотя, ну, вы так же прекрасно вот сейчас стоите и чувствуете, никакого ни запаха газа, ничего здесь нет. В Туле открылся культурный форум Центрального федерального округа «Импульс культуры». Его участники планируют обсудить роль культуры в современном мире. В городе сейчас работают сразу несколько площадок, посвященных музыке, танцу, современному театру, поэзии и даже духовно-патриотическому воспитанию молодежи. Подробнее в вечернем выпуске. Прямые договоры с поставщиками ресурсов не освобождают управляющие компании от ответственности. За качество предоставляемых услуг по-прежнему отвечают представители коммунальных фирм. Такого мнения придерживается начальник ГЖИ Тульской области Алексей Бирюлин. Накануне он объяснял руководителям региональных УК, как работать, если жители решили перейти к прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями. Илья Логинов продолжит тему. Свет, вода, капитальный ремонт, содержание жилья и даже домофон. Счетов множество и все приходят в разное время. В теории именно к такой коммунальной неразберихе должны приводить прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Однако реальная практика оказывается совсем иная. У кого ресурс купили, тому и заплатили. Пенсионерка Светлана Судакова уверена, что данная система расчета единственно верная. Решение о заключении прямого договора с поставщиками коммунальных услуг жители дома на Галкино приняли в начале года. Увеличение числа платежек они не заметили. Счета за основные услуги по-прежнему приходят в одной квитанции, которую производит единый платежный агент. В едином агенте как раз идет и водоканал, и теплосети, и капитальный ремонт, и содержание жилья. Вот как раз все это и идет как раз все в этой единой платежке. А это только газ, телефон и электроэнергия. Но все квитанции приходят в один момент. Не бывает такого, что две недели через две недели? Нет, немножечко не так. Электросети присылают немножко пораньше. Женщина рассказала, что все вопросы относительно качества предоставляемых услуг жители, как и раньше, задают сотрудникам своей управляющей компании, которая по-прежнему несет ответственность за все, что касается содержания дома. Изменения лишь упрощают работу с должниками. Финансовая дисциплина у населения неблагополучна. Поэтому задолженность населения, она есть и будет всегда. Но раньше работали по задолженности населения управляющие компании, сейчас работают уже непосредственно получатели денежных средств и ресурсно-набжающие организации. С момента вступления в силу закона о прямых расчетах прошло менее месяца. Пока что не все сотрудники тульских УК понимают, как изменения отразятся на их работе. Сегодня на вопросы руководителей тульских коммунальных фирм ответил начальник ГЖИ Алексей Бирюлин. Он отметил, что жители не должны почувствовать серьезных изменений. Если людям в течение всего месяца будут приходить платежки, особенно когда там первая платежка пришла 10-го числа заплатить до 11-го, вторая пришла заплатить и до 20-го, платежка пришла 23-го, вы просто будете раскачивать людей. Поэтому никто вас не заставляет идти к какому-то конкретному агенту либо самостоятельно печатать платежки. Это ваше решение как хозяйствующего субъекта. Оценивайте собственные коммерческие риски и социальную обстановку. Переход на прямой договор может быть не только добровольным, как в случае с домом на Галкино, где было проведено собрание. Но и принудительным, если УК имеют задолженность перед поставщиками услуг. Илья Логинов, Андрей Ремезов, Новости Тулы. В Новомосковске продолжают устранять последствия оползня. Происшествие случилось в селе Беломестное. Об этом сообщает Новомосковск сегодня. Оползень сошел на единственную в селе дорогу. Образовалось несколько разломов и грунт с огромными валунами движется прямо в реку. На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли геологи, гидрогеологи, сотрудники Минприроды и администрации. Прогнозов относительно того, когда становится грунт, пока нет. Горело по нарожку. Ежегодные областные учения по тушению лесных пожаров прошли в городе Богородицк. Совместно работали специалисты Тульского лесохозяйственного объединения Главного управления МЧС России Тульской области, Управление противопожарной службы, а также полиция и медицинская служба. Подробности в сюжете. В пожарную часть поступило сообщение. Неизвестный поджог траву, в результате чего загорелся лесной массив. Легенда для учений слишком реалистична. Каждый год с наступлением весны пожарные бригады совершают до 200 выездов в неделю. Специалистам необходимо действовать максимально быстро. На кону могут быть человеческие жизни. После получения подтверждения о лесном пожаре, о взгорании, руководитель диспетчерского пункта лесничества сообщает в единую диспетчерскую службу района. Показательные учения по тушению пожара проводятся каждый год. Во время тренировки происходит отработка технических навыков не только ликвидации лесного огня, но и совместная работа практически не взаимодействующих между собой организаций. С началом пожароопасного периода, в этом году мы его начали 3 апреля, мы организовываем такие учения. Выбираем определенное лесничество, на территории которого они будут происходить. Здесь основные участники – это Тульское лесохозяйственное объединение, это сами наши областные лесные пожарные, и те силы и средства, которые мы будем привлекать в случае возникновения реального лесного пожара в данной местности. В течение последних трех лет в лесах Тульской области пожаров не случалось. Пожар был потушен в течение 10 минут, условный поджигатель был найден. По мнению местных жителей, при возникновении реальной угрозы она будет также быстро устранена. Анна Молодцова, Игорь Щепотев, Новости Тулы. Ясная Поляна тем временем готовится к туристическому сезону. С апреля до поздней осени там дни повышенного экскурсионного спроса. В этот период посещение мемориальных зданий возможно только в составе экскурсионных групп. Впрочем, к потоку посетителей готовы не только основные здания, но и конюшни. О том, как готовится принимать туристов животные усадьбы, материал Анны Молодцовой. На них работали, выезжали на охоту, отправлялись в дальние путешествия. В усадьбе Ясная Поляна во времена Толстого они были единственным видом транспорта и предназначались для сельскохозяйственных работ. Сейчас лошади в усадьбе используются только для экскурсионных прогулок и для поддержания особой атмосферы. Здесь лошади вообще особое значение имеют. Как известно, Толстой был большой любитель и знаток лошадей. Он, как все в те времена, он маленьким, выучился ездить верхом, но привычки не оставлял до конца своих дней. Сейчас у нас их 18 и вполне достаточно как раз для небольших конно-спортивной группы на уровне тренинга лошадей. Дети занимаются у нас в пони-клубе. У каждого из 18 обитателей Яснополянской конюшни свой характер. Тут есть частюли и те, кто с радостью ныряет в грязь после проливного дождя. Впрочем, и судьба у местных лошадей до попадания в заповедник складывалась по-разному. Есть и совершенно особенные истории. Лошади в Ясной Поляне были всегда. Одних специально закупают, другие родились здесь. Кентавр, а по-домашнему просто Кеша, нашел Ясную Поляну сам. По предположению сотрудников, он сбежал со скотобойни. Это произошло в далеком 1997 году. Конь сам пришел в заповедник, где прожил долгую жизнь. Он и не раз выигрывал скачки, был звездой у туристов. Он и сейчас своим преклонным для лошади возрасте находится в отличной форме. Смотрители музея рассказывают, во времена Толстого двор одними лошадьми, конечно, не ограничивался. Были и козы, и коровы, и куры. Лошади сейчас не единственные обитатели Ясной Поляны. На территории существует три клана кошек, которые в течение нескольких лет подбрасывали в заповедник. В отличие от Петербургского Эрмитажа, где они официально наняты на службу для истребления грузунов, кошки Ясной Поляны служат украшением знаменитого места. Посетители подкармливают их и иногда забирают домой. Анна Молодцова, Светлана Мулыкина, Новости Тулы. К этой минуте у меня все. Более подробная картина дня на нашем сайте tsn24.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова